Дорогие друзья, студенты, сегодня очень важная и необходимая тема, которая нужна не только медикам, но и любому человеку, потому что с кандидозом может столкнуться каждый. И об этом вы узнаете из данной лекции. Кандидоз – это инфекционно-воспалительное заболевание, обусловленное грибами кандида. Кандида относятся к условно-патогенным грибам, имеют особенности. Первое. Являются представителями нормальной микрофлоры организма. Патогенность возбудителей низкая и в норме не вызывают поражения у здоровых лиц. Второе. Вызывают оппортунистические инфекции на фоне сниженного иммунитета, при спиде, лейкозе и при коронавирусной инфекции. Третье. Встречаются после использования химиотерапевтических препаратов. Антибиотиков, кортикостероидов. Имеется более 100 видов, но лишь 10 патогенны для человека. Кандида альбиканс, кандида тропикалис, кандида парапсилезис. Морфология и факторы вирулентности. Это диморфные грибы, близкие к дрожжам. В патологическом материале молодые клетки округлые, а зрелые клетки удлиненной формы. Диаметр клетки 2,8 микрометров. Образуют псевдомицелий или ложный мицелий. В колонии беловато-желтая, сметанообразная. Отличие от нитчатых грибов. В колонии не бывают пушистыми и легко снимаются с питательных сред. Дрожжеподобные грибы, в отличие от дрожжей, размножаются только бесполым способом, почкованием или делением. На жидких средах кандида образует пленку или пристеночное кольцо. На дне пробирки рыхлый осадок. Антигены. Штаммы кандида альбиканс имеют три серовара А, В, С. Причем антигены общие с дрожжами. Факторы вирулентности. Гемолизины. Эндоплазма коагулаза. Гидролазы. Эндотоксин. Наиболее патогенно кандида альбиканс. Именно кандида альбиканс способна расщеплять секреторный иммуноглобулин А. И адгизироваться на тканях эпители. А это начало инвазии гриба в нашем макроорганизме. Эпидемиология. Кандида. Грибок-убийца. Кандидоз это повсеместное заболевание. Возбудитель постоянно присутствует в микробных ассоциациях кожи и на слизистых оболочках человека и животных. Первое место по частоте и патогенетической роли принадлежит кандида альбиканс. Инфицирование может быть экзо- и эндогенным. Источники инфекции. Больной человек. Рекунволюсцент. То есть выздоравливающий. И носитель дрожжеподобных грибов. Причем при контакте с дрожжеподобными грибами рода кандида заболевание возникает лишь при нарушении целостности кожных покровов. Пути передачи контактный, пищевой, внутриутробный, аэрогенный. Известны вспышки кандидозов в родильных домах, в детских учреждениях, на пищевых предприятиях, в последнее время в ковидных стационарах. Но об этом чуть позже. При производственном заражении имеет значение недостаточная герметичность бродильных танков и сушильных установок. В связи с производством белка, основанного на использовании грибов кандида, возросло число аллергических заболеваний. Кандида парапсилезис у наркоманов вознывает кандидозный эндокардит. Предрасполагающие факторы антибиотики широкого спектра действия, гормональные препараты, группы риска по кандидозу. Это больные с патологией крови, с диабетом, с новообразованиями, с туберкулезом. Лица, получающие длительную антибиотикотерапию, иммунодепрессанты и женщины, которые пользуются гормональными контрацептивами. Это дети с первичным иммунодефицитом. И это служащие заводов по переработке сельскохозяйственных продуктов и по производству антибиотиков. Кандида аурис быстро распространяется в ковидных госпиталях. И в большинстве случаев приводит к гибели пациентов реанимации. Это грибок-мутант. В будущем он может уносить десятки тысяч жизней ежегодно. Его свойства – быстрое внутрибольничное распространение и множественная лекарственная устойчивость. В Мексике в 2020 году пострадало 12 пациентов в коронавирусном госпитале. В трех отделениях интенсивной терапии началась вспышка грибов грибковой инфекции, вызванной кандида аурис. Пациенты находились в реанимации длительно, до 70 дней. И всем им на фоне искусственной вентиляции легких водились мочевые катетры. Летальность составила 83%. В Соединенных Штатах Америки кандида аурис назван одной из самых серьезных угроз устойчивости к лекарствам. Сложна диагностика кандида аурис. Не подходят традиционные методы, так как это гриб-мутант. Нужна масс-спектрометрия, база для которой имеется только в ведущих научных центрах, а также специальные виды ПЦР-тестирования. Вспышки грибка-убийцы кандида аурис зарегистрированы в Москве и в Санкт-Петербурге. Патогенез и клиника. Кандида вызывает острые и хронические инфекции локального и диссиминированного характера. Поскольку грибы рода кандида нормальные обитатели слизистых оболочек рта, дыхательных путей, пищеварительного тракта и влагалища женщин, то обнаружение их еще ни о чем не говорит. Но при нарушении в составе нормальной микрофлоры могут возникать заболевания. У новорожденных может быть оральный кандидоз. На слизистой полости рта появляются белые налеты, молочница. Налеты легко снимаются, но появляются вновь. Заражение новорожденных молочниц рта может произойти в родильных домах через руки обслуживающего персонала и через соски. Кандидоз кожи и слизистых оболочек чаще возникает в межпальцевых складках в виде высыпаний визикул и пустул. При отторжении эпидермиса обнаруживаются обширные участки эрозированной лакированной кожи. При поражении подошв и ладоней в глубине толстой кожи возникает пузырек в виде зерна сага. Затем прозрачная жидкость нагнаивается. Это сопровождается резким зудом. У пожилых мужчин в весенний-осенний период возникают обострения. Характерны для кандидоза у нихии и паронихии. Отечность ногтевого валика. При надавливании на валик выделяется гнойная капля. Ногтевая пластинка теряет блеск, становится неровной с поперечными бороздками. Кроме того, в период беременности при диабете возникает кандидозный вульвовагенит. А при раке легких и спиде бронхолегочный кандидоз. У наркоманов кандидозный эндокардит. Кандидоз в стоматологии. В практике стоматолога могут встретиться кандидозный стоматит. Развитию клинических симптомов кандидозного стоматита предшествует сухость и гиперемия слизистых оболочек, потеря аппетита, иногда рвота. Типичными проявлениями первичного кандидозного стоматита являются влажные белые, легко снимающиеся пленочки, которые напоминают свернувшееся молоко. Может быть, первичный кандидозный стоматит, он преимущественно имеет доброкачественное течение, и вторичный стоматит, течение и исход его несколько иные. Кандидозный гласит. При остром кандидозном гласите отмечается сухость и яркая гиперемия слизистой оболочки языка. При хроническом кандидозном гласите на поверхности языка развивается белый или серовато-грязный налет, а затем возникает атрофия сосочков и образуется резиновый язык. Кандидоз углов рта. Это ограниченная эрозия или трещина. Она расположена на инфильтрированном основании. Кандидоз углов рта отличается длительным течением. Вследствие постоянной мацерации и травмы, заживление эрозии происходит крайне медленно. У ряда больных процесс приобретает хронический характер, и заеды не заживают целыми неделями. Кандидоз красной каймы губ. При этом отмечается незначительный отек красной каймы губ и истончение окружающей кожи. Образуются радиальные бороздки, трещины. Может наблюдаться макрохиелит, когда губы резко утолщаются и отекают. Происходит наслоение толстых корочек. Острый псевдо-мембранозный кандидоз у детей. Чаще поражается слизистая оболочка спинки языка, щек и неба. На фоне гиперемии слизистой оболочки полости рта имеется белый налет. Он напоминает свернувшееся молоко или творог. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены и болезненны при пальпации. Налет при кандидозе состоит из дисквамированных клеток эпителия, остатков пищи и дрожжевого мицелия. Пациенты жалуются на жжение в полости рта, на боль при приеме пищи и на наличие налета. Генерализация кандидоза приводит к обсеменению грибами практически всех органов. Это может закончиться летальным исходом для маленького ребенка. Острый атрофический кандидоз. Он возникает у тех, кто имеет зубные протезы. Характеризуется болезненностью, сжением, сухостью в полости рта. Слизистая оболочка полости рта огненно-красная, сухая. При локализации на языке спинка языка становится малиново-красной, а нитевидные сосочки атрофируются. Налет или отсутствует, или сохраняется в глубоких складках и снимается с трудом. При этом общее состояние больных не страдает, температура тела не изменяется. Хронический кандидоз слизистой оболочки полости рта, запущенных в случаях, проявляется округлыми образованиями, которые поднимаются над уровнем поверхности слизистой оболочки языка, щек и неба. Лабораторная диагностика. Диагноз кандидоз должен быть комплексным, основанным на данных анамнеза, на данных клинических симптомов, на результатах гистологических исследований фагоцитоз дрожжевых клеток, на лабораторных данных. Лабораторные исследования основы важны при атипичном и висцеральном кандидозе. Исследуемый материал. Кожные чешуйки, ногтевые пластинки, язвенная отделяемая, моча, мокрота, спинномозговая жидкость, кровь, желудочный сок, испражнения и биопсированные кусочки из пораженных органов. При хранении патологического материала от больных грибы могут размножаться, поэтому посев надо делать. Первый метод микроскопический. В неокрашенном состоянии исследуемый материал накрывают 10% раствором щелочи или раствором люголя двойной крепости. Окрашивание мазков по грамму и романовскому гильзи. Характерен псевдомицелий, который отличается от истинного мицелия отсутствием общей оболочки и перегородок. Видны почкующиеся, округлые, продолговатые, дрожжеподобные клетки. Второй культуральный метод. Материал предварительно обрабатывают антибиотиками. Кровь сеют на жидкую среду сабуру. Все посевы содержат при температуре не выше 30 градусов Цельсия. Рост колоний начинается через двое суток, а через пять дней образуются сметанообразные колонии. Если мицелий в первичном посеве в течение недели не образуется, то необходимо пересеять культуру в голодные среды, например, в картофельную среду. Тест для отличия кандида альбиканс от других дрожжеподобных грибов. Это определение ростковых трубок в кровяной сыворотке, в яичном белке в течение одного часа при 37 градусах Цельсия. Тест положителен в 99% случаев. Особенно полезен при изучении штаммов кандида альбиканс, которые являются нефиламентирующими. Третье. Сирологический метод. Реакция связывания комплимента, реакция прецепитации, иммуноэлектрофорез. В качестве антигена берутся полисахаридные антигены. Они получаются с помощью переваривания дрожжевых клеток пепсина. Четвертый. Аллергический метод. Это внутрикожная проба с кандида антигеном. Но аллергический метод в отдельности не может быть использован для диагностики, а только в комплексе. Пятое. Биологический метод. Он используется как экспериментальная модель кандидоза на лабораторных животных. Через 10 дней животных забивают. В почках, в легких и в селезенке у животных образуются мелкие беловатые узелки. Разберем ситуационную задачу. Задача из раздела стоматология. Пациент обратился к стоматологу. У него в мазке со слизистой оболочки рта обнаружены почкующиеся клетки с псевдомицелия. Диагноз кандидозный стоматит. Как подтвердить лабораторным путем данный диагноз? Чтобы подтвердить диагноз кандидоз, необходимо определить обсемененность кандида в колонии образующих единицах, то есть в КОЭ. Диагноз подтверждается, если при повторном посеве материала отмечается существенное увеличение КОЭ, даже без наличия клинических признаков. Профилактика и лечение. Специфическая профилактика это убитая вакцина из ауртоштаммов. Неспецифическая профилактика это санитарная обработка очага кандидоза. Это дезинфекция предметов, бывших в употреблении у больного. Это обезвреживание мест обитания дрожжеподобных грибов в быту и на производстве. Это также отказ от нерациональной и массивной антибиотикотерапии. Осторожное применение гормонов только под контролем и по назначению лечащего врача. Особое внимание надо обратить на родильные дома. Проводить правильную обработку оборудования, детского белья, рук медицинского персонала, обеспечить стерильность бутылочек, пипеток, инструментария, шприцов. Обучить кормящую мать уходу за грудью, за сосками и за гигиеническими манипуляциями. Лечение основывается на изучении особенностей кандида и организма данного пациента. Здесь используем принцип лечить не болезнь, а данного больного. Основное место занимают фунгицидные препараты Нистатин, Ливарин, Амфоторицин-Б, Клотримозол и другие препараты. Лечение сопутствующих заболеваний, в том числе и докринных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, как основного очага размножения грибка. Диета, с исключением из пищи продуктов, которые содержат крахмал, сладости, ограничение углеводов, белого хлеба, картофеля, каш, сахара, варенья, кондитерских изделий. Витаминотерапия, в первую очередь, витамины группы В, С и ПП. Антигистаминная терапия, уменьшение состояния аллергии и аутоаллергии. Но вследствие сложного механизма развития хронического кандидоза, который характеризуется длительным, рецидивирующим течением, назначение только специфических, даже самых высокоэффективных лекарственных средств, не гарантирует успеха в лечении данного заболевания. Поэтому лечение таких больных должно быть комплексных, с повторными курсами. Благодарю за внимание.